Пришли на наш вебинар. Давайте представимся еще раз. Сегодня вебинар будет вести Дмитрий Гулашов, руководитель нашего технического департамента. Регламент у нас следующий. Вебинар рассчитан примерно на час. Мы постараемся закончить немножко раньше, чтобы буквально минут 10 осталось на вопросы. Если вопросы будут актуальны, мы будем стараться читать в чате и отвечать на них сразу. Но лучше вопросы задавать в конце вебинара. В общем, как получится. Тема сегодняшнего вебинара – это те новинки в линейке системы видеоконференц-связи, которые анонсировал Ялинк в первом квартале 2019 года. Нас ждет очень интересный год. Много чего нового появится. И, собственно, уже стартовало несколько новых продуктов. О них мы сейчас и поговорим. Мы покажем вам роутмап и расскажем, что из этого роутмапа уже доступно для бюджетных оценок, для тестирования, в какие сроки можно будет получить эти продукты. То есть то, что уже, как в языке вендора, произошел ланч продуктов, то есть запуск, официальный запуск, официальный старт продажи. Некрайне картинка, которую многие из вас видели, те, кто был на наших презентациях, на наших семинарах, на наших вебинарах. Эта картинка отражает, скажем так, настоящее. Вот тот момент, который был, с чем мы пришли в 2019 год. Напомню, что у Ялинка есть среди решений видеоконференц-связи три основных блока, три основные подгруппы продуктов. В самом верху слайда показана линейка аппаратных терминалов, различных терминалов, вот самых бюджетных, до терминалов, с помощью которых можно строить сложные интеграционные решения, включая многокамерные решения, ну, достаточно гибко подходить к оборудованию небольших переговорных комнат, конференц-залов. В середине показаны персональные решения. Это видеотерминалы, видеотелефонов, программные решения и решения, да, как-то аудиорешения, которые тоже могут интегрироваться в систему видеоконференц-связи, ну, только как аудиорешения. Внизу таблица программные решения для сбора многоточечных конференций. Наш продукт Ялинд Митинг Сервер, который позволяет собирать многоточечные конференции отдельным, пока отдельным кусочком живет сервер записи, но в самом ближайшем будущем он будет интегрирован в продукт ВМС в виде отдельного бута. Вот. Эта картина, как бы, здесь и сейчас. Ну, на самом деле, это уже вчерашняя картина. Ялинд сильно продвинулся вперед и будет двигаться дальше. Системно, полномерно. Я бы, кстати, по этому плану хотел бы добавить, что на презентации есть название DCMS продукта. Сейчас мы о нем практически не говорим и мало продвигаем, но уже на китайском рынке этот продукт активно тестируется. Это облако Ялинд. Решение, так скажем, представляется как сервис клиенту. Я думаю, что со временем мы тоже ближе подойдем к этому продукту, но пока здесь, в нашем регионе, этот продукт мы особо не освещаем. Ну да, содержка небольшая связана с тем, что Ялинд сейчас изучает, как бы так, те юридические тонкости, которые связаны с началом продвижения здесь облачных продуктов. Там локализация сервера, закон о хранении персональных данных и так далее и тому подобное. Когда эти проблемы будут решены, мы, конечно же, здесь этот продукт тоже представим. Потому что пока мы его представить можем, но, к сожалению, продать, желающий его купить полноценно, полноценно это пока сделать нельзя. Ялинд этим занимается, он видит эти проблемы, понимает и, в общем, я думаю, что в ближайшее какое-то время разумный вопрос тоже будет решен. Поэтому все, что касается RCMS, мы немножко так все за скобками оставляем. Хотя этот продукт, да, есть на сайте, Ялинд был активным двигателем своего года. Так, роудмап. Роудмап. Мы на самом деле сейчас покажем вот такой кусочек роудмапа. В самом конце презентации я скажу, почему. Почему это не весь роудмап, скажем так, далеко не весь. Касается, сейчас мы коснемся только терминалов, новых опций к ним и нового программного обеспечения ВИ-40. Это, можно сказать, платформа, унифицированная прошивка для всех терминалов, позволяющая поднимать на ступеньку, идти степ-бай-степ, открывая возможность доступ к новым функциям, связанным с использованием решений All-Barration. Я бы хотел добавить, что мы уже имеем возможность потестировать. И в ближайшее время это программное обеспечение будет доступно и для всех желающих для теста. Главным образом оно позволяет использовать такие функции, как Whiteboard, и делать заметки непосредственно на презентациях. Это программное обеспечение предназначено для терминалов Ялинк. Ялинк объединяет это все термином Collaboration, поэтому мы сейчас видим первую ревизию в программном обеспечении поколения 40. Кроме этого, Ялинк планирует выпустить новые продукты, которые будут данную функцию наилучшим образом подсвечивать. Это планшет под названием CTP20. Непосредственно с этого планшета можно будет управлять whiteboardом, управлять заметками, но мы подробнее еще расскажем. По-моему, немножко вперед спидаешь на несколько слайдов. Давайте сейчас... Извини, Дмитрий. В первом квартале уже запущены 4 новых продукта. Первый продукт – это видеотелефон VB59. Это сенсорная панель, про которую Дмитрий уже начал говорить. CTP20, микрофонный массив PCM304 и саундбарк, который Ялинк будет называться MS-Speaker. Эти продукты уже доступны. На следующей неделе мы постараемся опубликовать прайс. Цены мы вам сейчас покажем на слайде. Я имею в виду сделать карточки позиций на сайте и сделать эту информацию свободной. Дать эту информацию как в широкий полноценный доступ на нашем сайте. Во втором квартале анонсирован запуск потолочного микрофона. И, соответственно, будет немножко переделан пульт управления, который входит в состав всех аппаратов в терминал. Ну и во втором полугодии мы ожидаем выхода нового терминала VC-550. Скорее всего, это будет некая модернизация нашего терминала middle-class VC-500. Ну, что там будет, пока точной информации нет, Ялинк готовит немножко изменения в одной из моделей. По всем остальным моделям VC-800, VC-880 и VC-200, пока все остается в силе до конца года. Эти модели не снимаются с производства, можно заказывать, можно закладывать в проект. Изменения, о которых мы сейчас будем говорить, коснутся комплектации, коснутся аксессуаров и, соответственно, базовых комплектаций тех наборов, которые мы привозим, которые лежат у нас на складе, которые нужно там закладывать в проект, прописывать. Чуть более подробно о каждой из новинок. PP-59. Новый телефон. Кто знаком с нашей линейкой, наверное, сразу догадается, что это... Назад. Назад. PP-59 это телефон, построенный в корпусе телефона Т49, но внутри совершенно другая аппаратная начинка. Мы сейчас представляем внешний вид, далее будет более подробное описание. Из ближайших новинок, которые будут представлены, это еще, о которой говорил Леонид, включая на следующий слайд, выйдем. Это планшет CTP-20, про который мы начали говорить с элементами управления. Это микрофонный массив VC-M34 и саундбар. Вот таким образом они выглядят и имеют, я так понимаю, розничные цены. Да, совершенно верно. Это рекомендованы розничные цены, которые, опять же, будут прикованы на нашем сайте. Партнерские цены, конечно, мы сейчас не будем озвучивать на вебинаре, обращайтесь в почту, если кого-то заинтересовано. Ну, я бы хотел еще добавить, что у нас есть... Переключим экран, посмотрим, есть ли вопросы. Переключая пока, хотел бы добавить, что у нас уже есть некоторые тестовые образцы. 5 марта у нас будет проходить обучение для авторизованных, для того, чтобы помочь авторизоваться партнерам, для, скажем так, людей, которые только начинают вникать в сферу видеоконференц-связи. А чуть позже, в марте, мы сделаем анонс наших будущих обучений и более подробно пригласим и покажем, как работают эти продукты. Расскажем про возможности, так что следите за новостями. У нас в этом году по плану несколько обучений. Мы будем рады вас к тебе пригласить. ВИП-59 – это видеотерминал, конечно же, но это и флагман линейки телефонов. Поэтому, Дмитрий, ты как специалист не только по кассе, но и по телефону, наверное, лучше меня расскажешь о функциях. Ну да, чисто внешне в телефоне новой ревизии в 59-м мало что изменилось. Изменилась камера, то, что можно визуально сразу заметить. Она получила новую оптику, большие углы обзора, характеристики экрана остались прежними. Это 8-дюймовый экран, но теперь этот телефон построен на базе операционной системы Android. У него есть 16 гигабайт встроенной памяти, обновленный интерфейс управления. Тут я бы хотел сразу сказать, что Ялинк идет к унификации всех своих устройств. Мы будем показывать про дальнейшие новинки, и вы увидите, что интерфейс пользователя выглядит точно так же. Мы считаем это очень правильно, начиная с рабочего стола руководителя, где такой телефон может быть установлен. Руководителю будет привычно, придя в переговорную комнату и сев за стол переговоров, привычно использовать уже другое устройство, планшет или непосредственно терминал. Экран и интерфейс будет аналогичен. Все необходимые ему функции по сбору конференции, по управлению конференцией будут выглядеть одинаково, что очень удобно и не требует привыкания. У данной модели телефона появились такие возможности, как поддержка устройства беспроводной передачи контента, то есть с телефона 59 с помощью Ялинк WPP20 можно транслировать контент в презентацию. Остался HDMI-выход, и, аллилуйя, самое главное, чего все ждали, появилась поддержка PowerOver Ethernet. То есть этот телефон может питаться только от кабеля Ethernet. Но, так как это все-таки терминал индивидуального доступа в ВКС пропало, урезали, скажем так, возможность сбора конференции. То есть конференцию правильнее собирать на специализированном сервере, не используя аппаратные средства самого терминала. Все правильно, время компромисса прошло, теперь это только видеотерминал, у него нет никакой возможности собирать видеоконференцию. По поводу аудио, ну какая-нибудь. По поводу аудио она останется. Останется. Да, но это... То есть это телефон, но уже не видео как у всех. То есть если вам нужны многоточные конференции, то в ВКС покупайте терминалы наши со встроенным МСУ, покупайте наше программное решение для многоточной конференции. Ну, телефон данный этой функции теперь лишен. Ну, собственно, что изменения, которые ждали... Да, можно пересадать. Можно пересадать. По информации вот Яринка, цена сохранится на прежнем уровне. 49-й и 59-й они будут ровно по одной цене. Из этого следует, что возможное применение, это не только кабинет руководителя, как это было раньше, но и телефоны, как может быть, установлены в небольшую переговорку в качестве терминала. Таким образом, не нужно будет покупать видео, как кодек, не нужно будет покупать звуковую часть, не нужно покупать сенсорную панель управления. Все вот эти три устройства будут объединены в одном телефоне. На слайде это показано. Я бы хотел немножко рассказать. Это приведен пример экранного интерфейса, но он, к сожалению, с пылу жару непосредственно с Китая к нам прибыл. Данной модели мы еще у себя в тесте не имеем. Как только появится, обязательно переведем на русский язык и покажем. Здесь что хочется отметить, что экранное меню изменилось, основные элементы переехали в левую часть экрана. Далее с экрана можно управлять всем, начиная от вкладок, разделов меню и заканчивая набором букв или цифр. В принципе, можно дублировать на клавиатуре набор цифр, можно дублировать на сенсорном экране. И на следующем слайде представлен пример того, как выглядит интерфейс телефона во время видеозвонка. Здесь есть элемент управления конференцией. Так как есть встроенная память у телефона, так как есть USB-порт, куда можно подключить USB-диск, можно на экране телефона нажать кнопку «Старт». Это будет таким образом произведена запись вашего видеозвонка. Здесь же с интерфейса телефона можно пригласить какого-то участника дополнительного в конференцию. Понятно, что сбор конференции здесь будет выполнять сервер, но телефон как элемент управления может тех или иных участников конференции присоединять. Здесь Ялинк на слайде привел таблицу сравнения с старой моделью 49-й, с лобовым конкурентом Huawei. Мы бы не хотели на ней очень долго останавливаться. Мы сами, как вы знаете, проводим аналогичные сравнения в несколько большем формате. Но хочется кратко сказать, что по всем показателям новая модель превосходит как предыдущий телефон Ялинк, так и лобовых конкурентов. Поэтому с точки зрения отстройки от вендоров тут масса комбинаций. Более подробные сравнения у нас в ближайшее время появятся. Да, у нас есть таблица, которая раза в три, наверное, больше в глубину. Если вам нужно более детальное сравнение, ну, при каких-то там целях, то обращайтесь, поможем, подскажем, готовим необходимый документ. Может быть, не только с Huawei, не только с 49-м, но с какими-то еще моделями тоже из этого класса. СТП-20 наша тач-панель. Экземпляр тестовый у нас уже есть. Вот так вот она выглядит. Физический размер, дизайн. Достаточно современный. Серый пластик, да? Под металем. Да, модный сейчас Space Gray, так называемый цвет. Подставка позволяет регулировать его по углу наклона, поставить его как практически горизонтально, так и поднять его сильно вверх. Чуть-чуть. Пока Леонид демонстрирует, я бы хотел немножко о технических возможностях рассказать. Это устройство под управлением операционной системы Android. Пользовательский интерфейс унифицирован. Ничем практически не отличается от предыдущей модели, о которой мы только что рассказывали. Размер экрана 13,3 дюйма, Full HD. Есть стилус в комплекте, который активный. Ему требуются батарейки для полноценной работы. К одному терминалу Ялинк можно подключить до четырех таких планшетов, расставить на столе и одновременно с четырех устройств делать какие-то корректировки контента прямо во время его показа. Можно делать заметки на контенте, можно вместо контента открыть вайтборд и только вайтбордом пользоваться, что-то отрисовывать, записывать, помечать. Самое главное, не самое главное, а приятное из этого, то, что для большой передоварной комнаты, где стоит несколько таких планшетов, не нужно гонять путь по столу в случае, если потребовалось управление, изменение настроек конференции. То есть это может сделать любой участник, который сидит близко к этому планшету. Такое типовое интеграционное решение, когда стоит не одна точка управления, а несколько, они все распределены по пространству, где собираются участия. Насколько мы уже знакомы с продукцией Ялинк, в конференц-телефоне была реализована возможность управлять камерой, менять раскладки. Тут эти возможности продублированы, все ровно то же самое можно делать с помощью этого планшета. Хотел бы сказать, что он питается по Power over Ethernet, то есть он не беспроводной, ему нужен проводочек для работы. Проводочек это обычная литая пара. Литая пара, как пятой категории. Есть USB-разъемы на борту, куда можно подключить USB-диск и включить функцию записи. Ваша конференция будет записана на USB-диск, подключенный в эту панель. Есть встроенный микрофон в планшете. Пока он не активен, но со временем его заставят работать и будет как дополнительный источник для входа от звука. Здесь вот, уважаемый гость, задают вопрос, что такое колокейшн, что понимается под этим термином? Под этим термином понимается то, что находится в зоне вашей досягаемости, то есть стоит под рукой, скажем так. То есть это устройство, которое всегда рядом, и с него можно управлять, в данном случае, терминалом и конференцией. В связи с этим у Ялинг меняется идеология комплектации переговорных комнат. В сторону большой переговорной комнаты Ялинг предлагает смотреть следующим образом. Это использование флагманского терминала Ялинг VC800, саундбар для того, чтобы наиболее качественно воспроизводить звук, планшет с панелью управления, микрофонный массив и устройство беспроводной передачи контента. Соответственно, средние переговорные комнаты могут оснащаться привычным уже знакомым конференц-телефоном с проводными или беспроводными микрофонами. А малые переговорные комнаты – это полностью могут обеспечиваться одним терминалом Ялинг VC200. У нас в процессе подготовки вебинара возник такой, не то что шутливый конфликт с Дмитрием. Он хотел сказать, что этот слайд могут прочитать, что в большой переговорной комнате нужен продвинутый контроль, в средней переговорной комнате нужен простой контроль, а в малой переговорной комнате контроля вообще нет. На самом деле, конечно, это не так, это шутка. Контролировать конференцию, контролировать то, что происходит, нужно в любом помещении. Вопрос в цене вопроса. Когда ставится бюджетный терминал в маленькую переговорную комнату, заказчики зачастую не готовы к большим инвестициям. Вы помните, да, что в слайде цена на него без лишних тысячи долларов. Если сам терминал стоит порядка двух тысяч долларов, то установка такого планшета, она сразу удваивает бюджет. Не все заказчики на это готовы пойти. Те, кто стремится сильно сэкономить, сильно урезать стоимость небольших переговорных комнат, конечно, такой планшет вряд ли заложит. Но кто-то, возможно, будет ценить эти удобства и даже в маленьких, даже в средних переговорных комнатах поставит такую панель управления, потому что это, черт возьми, удобно. Это суперудобно, когда нет пульта, там не нужно лазить в этот интерфейс. Полное управление конференции идет с этого терминала. Есть функция вальтборда заметок на контенте, опять же на этом же пульте. И что еще я забыл? И есть, собственно, сам предпосмотр. То есть мы видим еще самих участников конференции. То есть это еще дублирующий элемент отображения информации. Ну, тут все упирается как бы в деньги, в баланс между возможностью и желанием заказчика. Ну, в комплекте поставок, которые сейчас показаны на экране, они будут, что называется, базовые. Понятно, что их всегда можно поменять, можно дополнить, расширить или там что-то упирать. Ну, Киолин вот так вот видит картину, что для больших и средних переговорных комнат такая вещь, она должна быть у вас выпасна. В принципе, мы, наверное, где-то с этим согласны. В средних переговорных комнатах вопрос, нужно ли это, ну, в маленьких переговорных комнатах, скажем так, большой вопрос, нужно ли у кого и высоты. Смотрите сами. Все эти приятные штуки, они будут доступны к закупке как аксессуар. Будет лежать у нас отдельно, там, висит 200-е на складе, висит 500-е с телефоном, конференц с телефоном и без. Ну, если что-то надо поменять в комплектации, то это может быть проставлено в спецификацию, в комплект поставки как аксессуар. То есть это не догма, потому что на складе это такое руководство действует. Ну, да, указанное оборудование может быть использовано фактически с любым терминалом с точки зрения техники. Очень забавный слайд. Да, тут идет сравнение по самому главному параметру, по размеру. Понятно, что у нас самый большой размер из представленных на слайде. Больше, чем у поликома и больше, чем у циска. У нас 20. 13,3. 13,3, да, извините. Возогнулся. Соответственно, как всегда, Ялинк готовит сравнение. Тут надо отдать ему должное. Таблицы стали более точными, более емкими. Глубокими. Более глубокими, да. Но опять же, мы сделаем еще более детальное сравнение уже на русском. И будем готовы делиться частично. По запросу. По запросу. Да, тут хотелось бы отметить, что опять, если по основным параметрам и необходимым возможностям такой панели пройтись, то Ялинк в сравнении с конкурентами практически по всем параметрам превосходит. Не только размер, но и такие дополнительные возможности, элемент контроля, удобство использования. Все это в Ялинке есть. Несмотря на то, что он вышел на рынок позже, это же и является и конкурентно преимущество. Позволяет более современной технологии внедрять в свою оборудование. Я бы сказал, что не несмотря на то, а именно благодаря тому, что он вышел на рынок позже всех. Ялинк как раз изучил тот функционал, который должен быть в планшете. Осознал и реализовал тот функционал, который должен быть в планшете. Плюс добавил целый ряд сервисов, которые делают его сейчас лидером в этой нише сенсорных систем управления для видеоконференции. Это наглядное сравнение просто физических размеров, как в сравнении с остальными вендорами выглядит панель от Ялинка. Надо было написать здесь сравнение в масштабе, не один к одному, а масштабное сравнение. Здесь задают вопрос, есть ли у вас под рукой touchpin? Имеется в виду, как выглядит стилус? Это вы хотите понять. К сожалению, мы его с собой не взяли, но он у нас тоже есть в соседней комнате. В технической нашей лаборатории он находится. Если есть желание, то вы можете подъехать сюда, посмотреть, поиграться. Пока мы его сами тестируем, пока, не знаю, ближайшие недели-две, мы еще будем сами тестировать, потом, возможно, будем давать на тесты, если кто-то захочет поиграться у себя или на инструкторе закачивать. Следующий кусок, да, Азиф. Ялинг ВСМ-34. Предполагается использовать такой микрофонный массив вместе с панелью управления, которую мы только что представили. Встроены три микрофона, каждая из граней этого устройства. Охват, захват голоса получается всенаправленный, 360 градусов, радиус захвата 6 метров. К одному терминалу подключается массив из четырех таких микрофонов, то есть, если отказываться от известного всем в сети 960 конференц-телефона, оставить такой микрофонный массив, то все равно радиус захвата голоса будет больше, то есть вы никак не потеряете ни в качестве, ни в дистанции охвата. Он питается от сети по технологии Power of Resernet. Спасибо. Наш коллега, который тоже подслушивает, подсматривает на вебинаре, он слышал вопрос, как опустился. Обычно, по виду обычная ручка. Ничего удающегося. Внутри, если раскрутить, там батарейка и агент. Да. Пачки. Минечко. Минечко. Микрофоны подключаются по каскаду друг к другу с помощью кабеля пятой категории. То есть, если их собирать все вместе на столе, то можно покрыть спокойно столб P-образный довольно большой длины. Чего нельзя было сделать на CP960. Микрофон. Массив M-спикер имеет 4 встроенных динамика по 10 Вт. Выход 3,5 мм. Соответственно, он подключается в такой же 3,5 мм разъем на терминале. И для его работы он активный. Используется дополнительный блок питания, который есть в комплекте. Вот таким образом Ялинк все-таки идет в сторону того, что совмещение нескольких возможностей в одном устройстве, когда в конференц-телефон была встроена, была встроена и панель управления, и микрофон, и звук. Это хорошо, но для того, чтобы было действительно очень хорошее качество, очень высокое, заметно было бы улучшение, то здесь надо двигаться в сторону разных систем, разных устройств. За звук отвечает один элемент, за прием и обработку другой, за управление третий. Только тогда получается на порядок лучше. Да, совершенно верно. Это очевидное рассуждение, что комплексное устройство, какое оно там прекрасное не было, ТП-960 это прекрасный конференц-телефон, в ряде больших переговорах его возможности просто недостаточно, нужно там микрофон в углу поставить, многие возможности расширить. Вот идея, как бы вот это все разделить на компоненты, при этом, чтобы сами компоненты, каждый из них, там сенсорный экран, или звук, или микрофон, они были не хуже, как минимум, чем те, что входят в состав конференц-телефон. Ну, так вот, если присмотреться, я взял и просто конференц-телефон этот разделил на часть. То есть панель у нас тут сколько, 8-9 на конференц-телефоне, она стала соответственно, 14. То есть все выросло и все улучшилось, все расползлось в разные стороны. Это придаёт гибкости, придаёт дополнительные, придаёт гибкости и даёт большие дополнительные возможности. У нас есть уже интересный вопрос в чате от Руслана. Он спрашивает, можно ли саундбар использовать с обычным телевизором. Конечно, можно. Там обычный 3,5-мм разъём, который можно подключить к телевизору, если у вас на телевизоре есть такой же разъём. Ну, вот резюмируя сказанное, немножко прокомментирую вот эту таблицу, чтобы было наглядно, чтобы было прописано именно в виде строчек, а не в виде каких-то лозунков. Вот смотрите, сейчас актуальная комплектация VC800, базовая, она включает в себя телефон CP960. Соответственно, извините, не ошибся, не 8-дюймового, а, конечно, 5-дюймового экрана телефона. Управление, скажем так, не самое продвинутое, часть функции недоступна с экрана. Для того, чтобы получить полный доступ к меню, приходилось всё равно иногда пользоваться пультом. Захват звука это три точки, каждая по 6 метров, имеется в виду сам конференц-телефон и ещё дополнительные выносные микрофоны. Они позволяли такой как бы охват. Территорию вот такого охвата как бы сделать. Каскадное подключение отсутствовало как таковое, то есть была только одна точка центральная, вот сам конференц-телефон, и от него отходили ветками микрофона. Динамик один был в центре, ну один и остаётся в конференц-телефоне 10-ваттный. Питание попходит. Новая комплектация, она имеет уже экран 13-ти дюйма, полный контроль за видеоконференцией. Я бы даже хотел тут добавить, тут не только контроль за видеоконференцией, здесь ещё и полный контроль над терминалом. Все элементы управления терминалом можно настроить прямо с этой панели. Практически нет необходимости использовать веб-интерфейс. То есть у нас появляются три полноценные точки доступа в данном случае. Это пульт, веб-интерфейс и терминал. Они полностью друг-другу дублируют с точки зрения доступа к терминалу и конференции. Совершенно верно. Захват звука вы видели уже до четырёх микрофонов можно подключить с такой же зоной, с таким же радиусом охвата в точности, какой есть у CP960. Динамики стали мощнее. В том саундбаре, который уже себе присматривает Руслан, четыре динамика по 10 ватт, то есть можно такую дискотеку полноценную проводить. Ну, питание, да, большинство элементов питается в покое, но любимый саундбар Руслана потребует отдельного источника питания. Ну, тут надо сказать, что мы об этом уже говорили, что это появление новых элементов не означает отмену предыдущих. И это улучшение, безусловно, можно будет телефон по-прежнему приобрести за тем исключением, что VC500 в его стандартном исполнении он прекращает поставляться и будет доступна только версия Pro. Ну, а в базовую комплектацию VC800 будут включены два VCM 34-х микрофона, в 500-ом терминале будет один микрофон VCM, а VC200 будет базово поставляться без аксессуаров, как это и было ранее. Ну, да, здесь повторюсь, что здесь важна очень зачастую именно стартовая цена на терминал. Если заказчику нужны дополнительные опции, то их можно купить как дополнительные опции. В базовом комплекте поставки идет борьба за минимальную цену именно начальному базового решения. Позже Сергей спрашивает, есть ли у нас новый прайс. Сергей, к сожалению, нет. Мы торопили Ялинг, чтобы он сегодняшний дат его подготовил, но коллеги китайские говорят, что обязательно прайс появится на следующей неделе, куда будут вручены аксессуары и новый комплект. Мы с нетерпением ждем, как только он появится, мы разошлем нашим партнерам, проинформируем их о том, что вышел новый прайс, внимание, готовы ответить на вопросы, пользуйтесь, пожалуйста, ждем новых проект. Есть еще в чате вопрос про то, каким образом управляется TP20 терминал, я взял покрупнее его экран, соответствует есть кнопка меню, в котором можно управлять состоянием терминала, есть кнопка настройки, которая фактически дублирует веб-интерфейс, где можно провалиться в как простые настройки терминала, дата, время, тон кнопок, так и можно уйти в более сложные настройки системные, введя пароль, то есть это ровно то, что раньше было на экранном меню терминала, либо то, что есть веб-интерфейсе, введя пароль, вы попадаете в основной к доступу, вы получаете доступ к основным настройкам и можете выполнить все, что требуется, настроить. Уважаемый, гость задает вопрос, беспроводных микрофонов не будет уже в поставке 800-го кодека, их не будет в базовой поставке 800-го кодека, у нас у нас сейчас есть что в прайсе, что на складе комплект поставки, который называется BC800-эксплют микрофон. Это BC800-эксплют терминал, который поставляется без каких-либо аудиоаксессуаров. если у вас есть желание купить 800-ый с беспроводными микрофонами, вы покупаете вот этот BC800-эксплют микрофон, и дальше, как отдельная опция, просто покупаете эти беспроводные микрофоны, и дальше использовать этот комплект сам. поскольку в базовом комплекте будут идти проводные устройства, как известно, у Ялинка работают какой-то один источник звука. Если вы выбрали проводные микрофоны, то параллельно беспроводные не работают. Я прав, Дмитрий? Совершенно верно. Соответственно, должен быть выбор. Вы используете либо то, либо другое. Если не хочется проводов на столе, совсем, если хочется использовать беспроводной звук, то тогда путь лежит туда. Купается 800-й кодек без вот этих стуаров, без новых 34-х динамиков и по-прежнему. Теперь W90 беспроводные микрофоны, они у нас как поставлялись, поставляются, так и будут поставляться. Здесь ничего не поменялось. Есть еще вопрос в чате, какой терминал сейчас снимает видео. Мы сейчас проводим вебинар в его классическом исполнении с помощью USB-камеры и USB-микрофона. Дмитрий Горьков задает вопрос, что с поддержкой Skype-ву-бизнеса. Дмитрий, подождите, пожалуйста, до предпоследнего слайда, там будет рассказ про это. Пока мы говорим о классических терминалах, которые не поддерживают нативно Skype-ву-бизнеса. Решение для Skype-ву-бизнеса это отдельная категория продуктов, я про это скажу буквально через 10-15. Подошли к самому интересному платформе программы, которые все это позволяют сказать, что программное обеспечение версии 40 будет доступно для всех терминалов текущих VC200, VC500, VC800. Это программное обеспечение позволит терминалам поддерживать планшет STP20, поддерживать микрофонный массив VCM34. Именно благодаря программному обеспечению в терминалах появляется функция collaboration, использование whiteboard и использование заметок на слайдах. Но сейчас пока это работает только в том случае, когда терминал зарегистрирован на сервере YMS. И звонить вы будете либо в конференцию, собранную на сервере YMS, либо можно звонить точка-точка, но опять же используя регистрацию YMS. Пока только в таком виде, к сожалению. У терминала VC200 в программном обеспечении 40-ой версии появляется поддержка TouchTV. С помощью дополнительного USB-кабеля вы соединяете VC200 Y-Link с Touch панелью и можете не только меню терминала VC200 управлять, но и можете работать с whiteboard, когда VC200 учатывают в конференции и этот whiteboard используется. Вы точно так же на телевизоре вместо сенсорной панели можете делать какие-то заметки, что-то отрисовывать. Как пример, две основные возможности добавляются. Первый это whiteboard, когда включается белый экран и на нем рисуется, что-то стирается, добавляется, пишется. И второй режим это режим заметок, когда идет демонстрация контента и прямо поверх этой демонстрации на слайдах делаются какие-то добавления. На текущий момент это будет все записано, но какой-то галереи не создается. Об этом мы чуть позже расскажем, как это будет решено. Пока это только попадет на запись, которая ведется централизованно на сервере либо локально на терминале. Вы понимаете, сохранение контента и заметок будут следующие версии. Гость задает вопрос. Раньше CP960 можно было как отдельный телефон СИП использовать. Сейчас где-то будет клиент в планшете или ушли от этой фичи. Насколько я понимаю, что раньше CP960 мог использоваться как отдельный телефон. Но если вы подключали часть решения видеоконференц-связи, делали комплект того же самого терминала ВСИ-800, то CP960 переставал быть СИП-телефоном. Он становился частью комплекта видеоконференц-связи. Поэтому не совсем понятен этот вопрос. В новой линейке поставок нет модулей, которые можно вынуть из комплекта, используя как СИП-телефон. Ну да, в том числе были в связи с этим недопонимания, когда клиент покупал CP960 и в нем совершенно другой интерфейс управления, в нем есть поддержка пятисторонней аудиоконференции. Куда все пропало? Клиент включает его к УКС и спрашивает, где же моя пятисторонняя конференция и почему интерфейс не имеет тех или иных телефонных возможностей. Все-таки это было устройство универсальное, но в плане ВКС терялись все возможности аудиоконференции. Оно было универсальное, но не одновременно. Нужно было выбирать, как вы его используете. Либо так, либо так. Если вы от телефона перешли в ВКС, то часть функционала телефона исчезала. Артемий в чате спрашивает, виси 500 и 800 и не могут работать с Тач-ТВ. Пока нет. Они не андроиды. Видимо разработка под них идет более сложной нежно, чем 200. Есть еще вопрос от Сергея Поздеева. Заметки поверх контента сохраняются локально на USB. Пока заметки поверх контента локально на USB не сохраняются. Пока этого тоже нет. Пока только из записи вы можете достать, установить записи, посмотреть, кто-то, где в какой-то момент писал, нарезать скридшоты. Если, например, будет совместно редактировать. Еще раз повторю, что Ялин понимает, что все совместную работу весь collaboration нужно фиксировать. И это важно, чтобы была многоэкранность, можно было вернуться к тому, что было. Эти функции будут доступны в следующей версии. Пока идет запуск самых базовых функций у вайтборда и возможности редактирования на контенте. Надо сказать, что очень приятно, что мы имеем дело с квалифицированными слушателями. Я вот смотрю, у нас следующий вопрос, который появляется. Все вопросы очень правильные, очень к месту, но сбегаете вы, к сожалению, немножко вперед. Мы подготовили ответы на них в конце презентации. Я вот вижу вопрос по поводу VC-десктопа, чуть позже мы об этом расскажем. Нас очень внимательно слушают. Это приятно. Так вот, что касается функции collaboration, какие возможности? Основное, это одновременно есть у всех участников доступ к этим возможностям. То есть на whiteboard могут рисовать как слушатели в одном помещении, если несколько панелей установлено на столе, так и слушатели, участники конференции, которые находятся в разных физических помещениях. В одном месте это может быть VC-800 с панелями управления, в другом помещении это может быть VC-200 с тач-экраном. И там, и там, на обоих концах вы можете в whiteboard или в контент вносить замечания, то есть функции одинаковые. Одновременно пользователи могут с этими возможностями работать. И тут я бы хотел что отметить, что в специальном скобочках вынесено, когда используется тач-панель и используется CTP-20, то есть панель управления, то это работает и на прием, и на отправку. Вы как видите изменения других участников, так и сами что-то меняете, другие это видят. Когда вы используете телевизор с беспроводным устройством передачи контента, известным всем как WP20, то пока вы можете только видеть, как правит кто-то другой. С помощью WP20 в этой встроенной программе управления конференцией пока возможности с коллаборейшном работать нет. Давайте двигаться дальше. Эта функция коллаборейшн появляется на всех терминалах актуальной линейки. в других производителей других вендоров терминалов других вендоров эта функция пока будет недоступна. Если терминал, как я уже говорил, зарегистрирован на e-link meeting сервер или зарегистрирован на облаке e-link, то звонить можно как точка-точка, используя эту регистрацию, так и собирать конференции, и функция будет доступна в другом сценарии. пока в VCD и VCM вы будете работать только на прием. В этих программных приложениях вы будете видеть только изменения, которые будут делать другие пользователи. Пока передача и заметки недоступны пока имеется ввиду, что это версия V40, а вот версия V41 возможно появятся функции записи. Это тоже очень проницательно, это буквально на следующем слайде я заготовил. Я часть слайдов смотрел. Да, как раз мы к этому и подошли, что e-link продолжает работать над улучшением не только аппаратной части, но и программной, и в следующей версии V41 запланирована поддержка коллаборейшн в программных клиентах, это VC Desktop и VC Mobile. Кроме этого будет расширяться интеграционная часть и беспроблемная часть работы с терминалами других вендоров. В функцию коллаборейшн будет добавлена возможность отображать графики. Можно будет сохранять whiteboard, можно будет сохранять заметки, то о чем вы спрашивали непосредственно на внутреннюю память планшета, либо на USB диск. В целом по терминалам вектор взят на улучшение качества и движение в сторону 4К, поэтому ожидаем улучшения видео и звука. И контента думаю тоже. И будут появляться экспериментальные функции, такие как автокадрирование под использование под подключение терминала к различным источникам отображения. Будет добавлена функция спикер позишнинг и трекинг, отслеживание говорящего непосредственно с поворотом и приближением камеры помещения. Микрофоны будут в режиме стерео воспринимать звук, то есть еще повысится качество воспринимаемой информации. и на терминал WC200, который управляется Android, будут со временем доступны установки приложений. Ну вот наверное про детали, про аксессуары, про новые модели на этом все. Все, что мы хотели сказать. Резюмируя, мы показали вам сегодня новинки, которые коснулись только двух вот этих контов в средней части, которые помечены оранжевым на слайд. Это интеграционные решения и аксессуары в группе, в направлении решений для WKS. Иными словами, сейчас у Ялинка идет не только развитие продуктов, но и идет что называется выделение упропнения отдельных направлений в виде отдельных направлений. Сказал Грубик. Правильно, но сейчас Ялинка если вы зайдете на сайт и посмотрите продуктовый раздел, там четкое есть деление на три группы продуктов. Ну, оно на самом деле не совсем такое четкое, потому что часть продуктов относится и к одним группам, и к другим там будет относиться и к третьим. Но тем не менее, компания Ялинк сейчас является по-прежнему мировым лидером по производству СИП-телефонов, обогнав своих конкурентов достаточно существенно. Насколько я помню, в результате 2018 года что-то проценты на 4 они обогнали ближайшего догоняющего. СИП-телефоны остаются основным главным направлением лидерства этой компании. СИП-телефоны, кто не знает, знает, там просто напомнил, включает в себя несколько подруг товаров. Там, помимо традиционных настольных телефонов, есть замечательное решение конференции телефонов. СИП-960 это не единственный конференции телефонов в линейке Ялинка. Там появилось очень много нового интересного. Заходите на наш сайт, посмотрите, почитайте. есть что предложить заказчикам для разговорных комнат, где, к сожалению, не нужно видео, но нужна удобная конференция. Появились новые модели беспроводных телефонов на базе технологии D. Появилось масса интересных профессуаров. Это направление тоже живет, движется и развивается. Здесь компания не останавливается на достигнутом. То, о чем сегодня говорили, решение для видеоконференц-связи это вторая составляющая, второе направление. Сейчас наиболее мощно, наиболее бурно развивающаяся Ялинка. Вы видите, с какой скоростью разрабатываются новые модели, внедряются, какой прорыв идет по сравнению. Если посмотреть динамики по сравнению с тем, что было 4 года назад, 1 или 2 терминала всего, сейчас у нас уже есть структурное решение, интеграционное решение, линейки терминалов, достаточно широкое, есть масса аксессуаров, то есть все прекрасно. Но опять же здесь, как мы видим, компания не останавливается, она достигнута, ведет постоянное, полномерное и достаточно мощное развитие. Нас ожидает в ближайшее время, Дмитрий про это уже говорил, выход новой версии YMS 2.1. до конца марта мы эту версию точно у себя потестируем, либо в виде вебинара, либо какой-то отдельной публикации, поделимся с вами, во-первых, тем, что там появилось нового, и во-вторых, как это работает с нашей точки зрения. Вы знаете, что прежде чем что-то предлагать, мы стараемся 100% продукции пропустить через нашу тестовую лабораторию, чтобы быть совершенно уверенным в качестве решения. И вот то, что спрашивал Дмитрий Горьков буквально 10 минут назад, а где же Skype for Business? Решения для Teams, для Skype for Business выделены ялинком в отдельную категорию продуктов, где этим будет заниматься третий, грубо говоря, департамент компании. Туда будут включены как телефоны для Skype for Business и Teams, так и видеотерминалы. Эти видеотерминалы будут похожи, но не совсем на существующую линейку решений для традиционных ВКС. По факту у нас будет два решения для видеоконференции. Хотите для Teams с Skype for Business выбирайте наборы назначенных для них. Там тоже будет сенсорная панель управления, но немножко другая. Здесь не очень хорошая фотка на слайде. видно, что это немножко не этап адреса. Часть аксессуаров для ВКС Teams и Skype for Business и для традиционного ВКС она будет одинаковая. Часть будет различаться. Опять же, здесь у нас по Teams и по Skype for Business к сожалению, сейчас на данный момент нет готовой информации, но она ожидается бендер нам обещает в начале и середине марта точно совершенно представить эти продукты и самое главное определиться с ценой. Там свои конкуренты, своя линейка и это тема совершенно отдельного вебинара, совершенно отдельного разговора. Как только у нас будет информация, мы постараемся максимально оперативно сразу же и с вами будет вериться. Вот такая вот ситуация. Пока ты рассказывал, я следил за чатом, есть очень много интересных вопросов. Я бы хотел озвучить вопрос. Рисовать на самом планшете можно для заметок на контенте, если обычный телевизор используется переговоркой? Да, это возможно. Планшет подключен к терминалу. Чтобы сделать то, что вы хотите, нужно к этому же терминалу подключить контент, это можно сделать как проводами, так и без проводов. Контент в данном случае будет выведен на экран телевизора, а на планшете у вас всегда доступна функция whiteboard или функция заметок прямо на контенте. Вы ее запускаете и на самом планшете рисуете, на телевизоре будут видны все ваши изменения. Но они будут видны локально, потому что в данном случае терминал никуда не звонит, он просто, я так понимаю, стоит у вас переговорный для какого-то совещания. Еще один интересный вопрос есть. Давай сначала благодарим Ирину, это наш сотрудник, это волонтер, представитель, сотрудник одного из наших партнеров, который тоже отвечает на вопросы других участников. Спасибо, Ирина. Беспроволочная, да, гостью отвечаю, как передача контента без проводов. У нас, у Ялинка, ну и у нас, соответственно, тоже есть на складе устройство беспроводной передачи контента, называется оно WPP20, вы приходите с ноутбуком в переговорную комнату, берете устройство, подключаете USB-порт к ноутбуку и стартуете передачу ровно того, что у вас есть на экране ноутбука. Это может быть видео, это может быть презентация, либо какой-то документ. И, я прошу прощения, таким образом он попадает в реприджу. Вот так вот выглядит. Очень похож на градусник. Кстати, там на одном из слайдов, если вы потом презентацию посмотрите, в качестве отдельного пункта было написано, что это устройство WP20 есть патентная частота. Не секрет, что сейчас Барка изобретатель, собственно, создатель первого устройства Барка патентоведоми и со стороны Барка нет никаких вопросов. Еще один вопрос, который хотелось бы озвучить, он тоже интересный был. Игорь спрашивал, что функционал стриминга доступен ли, чтобы поток с камер RTSP или RTP получить в видеоконференцию. Тут нам сказать, что это немножко вне рамок сегодняшнего нашего вебинара. Мы рассказывали про терминалы и в данном случае в терминал обычную камеру поток с нее никаким образом доставить не получится. Но у нас, как у дистрибьютора оборудования для телефоней, есть несколько решений для такой проблемы. Первое решение это у нас есть собственные камеры, которые поддерживают протокол SIP. То есть камеры можем по SIP подключить в конференцию, даже в терминал ее направить. Второе решение это e-link-митинг-сервер, который является ядром системы, которая собирает разных участников SIP, H323, WebRTC. Туда со временем эта возможность добавится. Это такая известная известный сценарий, но он, к сожалению, не очень частый. Вопрос от Дмитрия. Как подключаются новые микрофоны к кодеку? Они подключаются к кабелям Ethernet к соответствующему разъему на кодеке. Разъем он всегда был, он назывался телефон, конференц-телефон. То есть этот разъем, он активный, сам терминал передает ПОЕ в сторону устройства. То есть конференц-телефон, он таким же точно кабелем Ethernet пятой категории подключался и получал от терминала питания. То есть ничего не поменялось. ничего не поменялось. То есть тот, у кого был уже куплен там, виси 800, виси 500, вы знаете, что на обратной стороне есть там 2RGB, извините, 2RG45. Один подписан аудио, а второй подписан интернет, чтобы не перепутать. В аудио включается сейчас конференц-телефон. Вместо конференц-телефона будет включаться новый телефон. Здесь ничего не поменялось, конструктив кодека не поменялся, все остается в серии. камера-мобиль не совсем понятный вопрос. Я бы тут все-таки хотел в этом слайде перейти, сказать всем спасибо за внимание. Если все-таки вопросы какие-то будут, вспомните что-то. Мы готовы будем по почте их принять. Вот еще один вопрос, что именно. Два вопроса. 59-й поддерживает. Что поддерживает без проводов? Wi-Fi, Bluetooth. Wi-Fi, Bluetooth есть 59-м без проводов. Как и раньше. Ничего не поменялось, как-то в 49-м году. Ребята, есть запись вебинара опоздали на начало. Уважаемый гость, у нас есть на YouTube канал, который называется Эпематика. мы через какое-то время выкладываем туда все вебинары. Сможете туда сходить, посмотреть. Спрашивают, могут ли рисовать на планшете во время конференции только те, кто показывают контент или те, кто его принимают. если планшетами оборудованы несколько терминалов в разных физических помещениях, неважно, кто показывает контент, рисовать могут все те, у кого есть этот планшет, либо если в помещении стоит VC200 и тач-панель, которая со временем заработает. Эта функция collaboration доступна не только для ведущего, но это можно настроить. Я понимаю, что это иногда может быть лишним. Возможность другим участникам, слушателям, что-то там пакостничать, ее можно отключить, но она доступна. Она может быть, что все участники могут поучаствовать в заметках. Вы спрашиваете, есть ли у компании EALENC представительство Российской Федерации? В данный момент у компании EALENC нет представительства Российской Федерации, она работает только через своих партнеров, уполномоченных футболизованных сертифицированных. Наша компания EALENC является платиновым дистрибьютором и стратегическим партнером компании EALENC на территории Российской Федерации и метрах других стран Таможенного Союза и ряда стран бывшего сына. Можете через нас установить контакты, задавать вопросы EALENC В принципе, у EALENC есть отдельный человек, кантри-менеджер, сейл, который отвечает за Российскую Федерацию. Она, девушка, она офис у нее находится в Китае, если вам необходимо связаться, я могу дать контакты, пишите, пожалуйста, в почту, на слайде есть почта, моя личная, пишите, туда я отвечу, там контакты. Можете задавать вопросы через нас. Нам задать вопрос, мы зададим EALENC, поставим на главную или напрямую задать. Любой коммуникации возможны. Всем большое спасибо. Следите за нашими новостями, как будут проекты, сразу к нам. Спасибо большое. Всем хорошего дня. Всем удачи. Субтитры сделал DimaTorzok